Ну и как всегда, начать я хочу свои обзоры с потерь российских оккупантов на фронте в Украине. За последние сутки российские вооруженные силы потеряли 480 своих военнослужащих убитыми. А всего же с начала войны, с 24 февраля, на территории Украины погибло 101 430 российских захватчиков. Ну а накануне в Токмаке, Запорожская область, случилась очередная прожарка кацапов. А там были непростые мобики, там были кадыровцы, там находился штаб кадыровцев. И наши артиллеристы нащупали вот это логово этих ярых защитников русского мира. Это было где-то около полуночи. Половина из них уже спала, но половина еще работала над бумажными картами. И строила планы на завтрашний день. Но не получилось, не фортануло. И наши снарядики, наши ракетки прилетели к ним в гости. Взрывы, бавовна, хлопки. Все, как любят русские оккупанты. Ура! 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 Ну а теперь поговорим о главной прожарочке Владимира Путина. Это первое сокрушительное для всей путинской системы интервью посла Китая. Естественно, в этом послании он передал все, что думает товарищ Си о России и о войне России в Украине. Что же он сказал? Утром я выпускал ролик о том, что Медведев ездил в Китай с письмом от Путина и с мольбой от бункерного стратега. Но Медведева выгнали из Китая и сказали, что Китай не будет нарушать никаких санкций. Так как это втройне обернется еще большими проблемами для китайской экономики. А она и так находится на грани коллапса из-за огромных долгов, а также из-за пандемии и преступных действий Путина. Так что же сказал посол Китая? Посол КНР заявил, что война в Украине становится проблемой двухсторонних отношений Китая и Евросоюза. Российское вторжение в Украину поставило Китай в очень затруднительное положение. Поскольку Пекин не хочет и не может выбирать между друзьями. Это касается и России, и Украины, всего Евросоюза, а также главного партнера и рынка сбыта китайской продукции. Это Соединенных Штатов Америки. Также дальше посол заявил, что Китай терпит огромнейшие убытки из-за войны России в Украине. И это отправная точка нашей китайской позиции. И всеми этими предложениями, всеми этими намеками Китай говорит, Россия, срочно заканчивай войну в Украине. Остались буквально считанные месяцы, считанные дни. Если этого не произойдет, никакой помощи Китая России не будет. И практически всем этим выступлением китайского посла, китайский лидер Син Цзиньпинь, нанес окончательный удар в сердце бункерному стратегу, президенту России Владимиру Путину. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире, перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.